Друзья, всем привет. Сейчас поговорим о наших партизанах. Белла Чао, о Белла Чао, Белла Чао и о юге Украины. Друзья, юг Украины это край партизанской славы. Кое-кто об этом забыл. И восток Украины, конечно, тоже, и вся Украина. Но сейчас мы это напоминаем. Раньше нацистам немецким напоминали, теперь российским. Сейчас расскажу обо всем подробнее, о наших партизанах и удивительных вещах, о хлопках, непонятных случаях, и как гибнут сотнями оккупанты, непонятно от чего. А вы подписывайтесь на канал, у нас уже почти 600 тысяч. Вот каждый из вас, подписавшись, может стать 600 тысячным подписчиком. Друзья, это целая армия, которая борется за правду и распространяет слова правды. Поехали. Итак, первое, что хочу вам сказать, Кременная. Этот город, к сожалению, небольшой город в Луганской области, очень рядом с Лиманом, я хорошо знаю это место, потому что Лиман есть, был, работал Гончаренко-центр до самого последнего времени. И вот в Кременную захватили оккупанты, уверен, что временно. Ну и, конечно, собрались там в городском совете, значит, свои тряпки вешать разноцветные, и совещания проводить с какими-то коллаборантами и друг с другом. И тут, друзья, незадача. Все к чертовой матери взорвалось. Послушайте, что об этом рассказал глава Луганской военной администрации Гайдай. Когда в Кремене началась нарада силовиков и так называемого народного Ленеревского мера, как они любят сказать, стал, это звучит хлопок. После этого хлопка певбудитель там внесло разом с усим силовым блоком и тими коллаборантами, которые могли бы надалее осуществлять оккупированную территорию. Ну, представляете, вот так взяло и взорвалось, и все погибли, кто там был. Все вот эти уроды, которые там собрались, погибли. Ай, какая незадача. Покурил кто-то неудачно, видимо. Понимаете, взрыв газа, судя по всему. А вот Антон Герасченко сообщает, что взрыва газа было даже два. Представляете, какое совпадение удивительное. Еще, наверное, и курило там больше, чем один человек. Послушайте Антона. Можливо, порушение работы газовых приборов. Кажут, что разнесло обеих будильни, никого живых не залишилось. Оскільки там зараз немає надійного соцзвязку, пока что немає фотографий, відео. Но мне запевняют люди, которые находятся поруч, что там полностью все зруйновано. И, знаете, такая доля людей, которые идут на співпрацю с оккупантами, плюс, которые не делятся за работой газовых приборов. Ну, вот такие дела, друзья. Ну, такие вещи происходят не только в Кременной. А в Херсонской области, очень на юге Запорожской области, сейчас поговорим именно о юге Украины, как я анонсировал, СБУ перехватило разговор оккупанта, о котором они говорят, как бабушка пирожки им принесла, деточкам. И 8 отправились на концерт Кобзона. Пирожок, он же билет на концерт Кобзона. Послушайте. Большинство показывают, что вы просто продукты отдаете, либо вам отдают продукты мирные жители. Типа говорят, спасибо, что вы приехали, бабушки там плачут. Ага, вон одна бабушка накормила пирожками, 8 человек домой улетели. В цинковых гробах. В смысле, в чем она их накормила? Вядом. В общем, вот так вот борются даже наши бабушки. Респект. Ну, а в Мелитополе, как сообщил мэр Мелитополя Федоров, больше ста, больше ста окупантов убиты и найдены с огнестрельными и ножевыми ранениями. Тоже, друзья, незадача. Понимаете, что там мрут, как муки там. Почему, от чего, никто не понимает. По данным нашей развитии, действительно, происходит противостояние. От мирного воно уже перейшло до так званой партизанской войны. Действительно, патріотичный рух в Мелитополе, как был сильный, так и остается сильным. Как это самое происходит, мы не будем говорить, но это точно происходит. Ну, и в Херсонской области они же хотят произвести референдум какой-то там, какой-то хер-нр. Никто им хер в одно место, а не отражение Херсона, нашего, украинского Херсону, наибольшего в мире. И тому люди там почали робить листовки, что, ну, звичайно, не ходить на эту ганьбу, а тот, кто будет помогать это проводить, и те, кто будет это делать, они очень серьезно постраждают. Там уже несколько колаборантов в Херсоне снищено. И в этих листовках про это как раз и сообщается, что Херсон мае быть украинским, и только украинским. Друзья, пишаюсь украинскими ЗСУ, пишаюсь украинскими партизанами. Сейчас вы узнаете больше про это. Вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, shareте. Это очень важно, чтобы знали правду всі, и чтобы знали, что не можно делать. Не можно оградить Украину. Тримаем острый. Слава Украине!